В предыдущих видео мы с вами разобрали правила подготовки к вязанию изделия. Ну, громко сказать правило, скажем так, последовательность действий для того, чтобы изделие получилось именно таким, каким вы его задумали. И сейчас я хочу буквально пару слов сказать по поводу узора. Как его можно оформлять? Выбрали мы узор бабочки. Вот эти бабочки, я его провязала жаккардом. Вы можете вязать в зависимости от того, какие возможности у вас, у вас специальная машина. Ваши возможности, это ваш опыт, навык, умение работать декером, умение работать переменной нити, если у вас ручная машина. Ну, как я говорю, если у вас ручная или электронная машина, вам все равно, что вязать. Если у вас перфокарты, вы наиболее ограничены в своих пожеланиях. Поэтому, если у вас ручная машина, вы можете вязать жаккард, но более упрощенный вариант. Вы можете вязать ажур, потому что та же схема бабочек позволяет нам выполнять ажурные пересадки. Получается, у вас бабочки ажурчиками. Но, если есть ажурная каретка и набитый узор, вы можете тех же бабочек вязать ажурными каретками. Сейчас речь не о них. Если у вас нет ажурной каретки и не хочется пересаживать руками, вы можете вязать ложный ажур. Ложный ажур, ну, как бы я его делю на две категории. Это жаккард и панчлейс. Панчлейс классная вещь, очень красиво смотрится. Посмотрите, просто замечательно. Специально вот так называется ложный ажур, когда он берет. Одна очень толстая пряжа и вторая очень тонкая. Причем не всегда панчлейс хорошо получается, если у вас, например, там 4 сложения нити и одна нить. Не факт, что получится. Для панчлейса нужен объем хороший, вот основной пряжи. Поэтому второй вариант вязания жаккарда. Когда у нас одна нить идет толстая, вторая совсем тоненькая. И в качестве совсем тоненькой может выступать даже обычная катушечная нить. Кстати, катушка не самый плохой вариант, потому что она может быть и жестковатая. Это все надо пробовать на практике, на образцах. Но она отличная арматура, такой скелет изделия. Если у вас пряжа текучая, такая вот плохо держащая форму, катушка будет ее держать, как вот такой жесткий скелет, каркас вашего изделия не даст уйти. Да, изделие не может быть немножко более жестковатое, но если небольшое количество катушечной нити используете в узорах, классный вариант. Панч-лейс отличается от ажуры тем, что при вязании панч-лейса, вот эта вот дополнительная нить выходит на лицо. К сожалению, панч-лейс потому и пользуется одним цветом. То есть основная и добавочная нить должны быть четко одного цвета. Иначе будет вот, видите, такой вот неприятный эффект, когда вот эта дополнительная нить выходит на лицо и красит нам весь фон. Жаккар не дает такого у меня, протяжки уходят назад. И получается совершенно волшебный эффект. Да, у нас тонкая-тонкая воздушная-то бабочка, провязанная катушечной нитью. Внутри протяжек практически нет. Посмотрите, как красиво. Не надо искать какие-то дополнительные пряжи тоненькие. Вы можете брать просто катушку. Главное, чтобы вам хватило, потому что расход большой. Но если вы не хотите катушкой, вы можете пользоваться обычным жаккардом или обычным ажуром. На ваше усмотрение выбирайте тот узор, который вам нравится. Самое главное, попробуйте все варианты, потому что нет единственного правильного решения. Все зависит только от того, какой вариант именно вам подходит. Потому что нам важен не только результат, нам важен еще и процесс. На этих ажурах главное не умереть и не возненавидеть это машинное вязание. Поэтому выбирайте оптимальный вариант. И следующее, что мы будем делать, это уже идем вязать футболку. Мы сделали всю подготовительную работу.